Мы продолжаем наш разговор, говорим о депрессии, о семье и депрессии. А вот сейчас я хочу немножечко, Валерий Семенович, вот каким образом поспрашивать. Да, Валерий Семенович, да, да. Вы знаете, я вот сидела, когда читала и готовилась к программе, я подумала о том, что, в общем-то, сколько бы мы ни говорили здесь о депрессии, вот то, что мы сейчас с Константином проговорили, семья и депрессия, ведь общество сейчас депрессивное. Посмотрите, что на самом-то деле происходит. Вот люди, так скажем, элегантного возраста, элегантный возраст, да, уже, так сказать, не юноши и не девушки, да, они не понимают, что сейчас вообще, в принципе, происходит. Идет развитие технологий, очень массивное, и они уже не могут к нему подключиться. Ну, кто-то осваивает там чуть-чуть компьютер, но, в принципе, все эти соцсети для них непонятны. Среднее поколение получает очень много информации, среднее поколение, потому что очень много всяких социальных тоже это вот, но количество информации не дает абсолютно интеллектуального продукта, они не успевают освоить этот. То есть кажется, что много знаний, но знания не дают продукта интеллектуального совершенно. Мало того, среднее поколение не знает, что ждет младшее поколение, чего им давать. А это младшее поколение, которое подрастает, мы не знаем, что будет через 10-15 лет, сейчас идет очень мощно, да, искусственный интеллект в этом направлении, роботизация и так далее. Они растут, и мы не знаем, чем с ними делиться, что им пригодится в дороге. Таким образом, мы все, все три как бы группы, мы находимся... Чего, меня не зацепили, а старшее поколение... Но я сказала, люди элегантного возраста. Ага, это я. Да, люди элегантного возраста. Вот вы сегодня знаете, что... Потому что я бабочки. Да. Чему учить внучку, самую маленькую сейчас, что ей давать? Да, полностью согласен с вами. И таким образом мы находимся все, хоть и у общества нет как бы мозга, но мы находимся все в депрессивном состоянии, потому что ну как, ну называется, ну все хорошо вроде бы, да, но на самом деле, когда включаешь телевизор, на тебя обрушивается количество катастроф, немыслимое количество информации. Очень часто люди цитируют чужие мысли, не успев сформировать свою мысль. Те, кто поумнее, понимают это. И отсюда тоже депрессии. Когда мы не знаем, к чему мы идем. И отсюда депрессии. Вот потому их так много. И это ж только сухая статистика. 6-9 процентов. Правда, в семье организации здравоохранения. Но сухая статистика. А сколько на самом деле депрессии? И какое количество их еще будет? Это что-то невероятное. Но я сейчас хочу, да, и все в растерянности. А растерянность рождает бессилие. Потому что, когда ты имеешь цель и знаешь, как ее реализовать, ты силен. То у тебя, ты без невроза, так называемого, наогенного, ты берешься за дело, ты решаешь. То есть, вот один из способов избежать депрессии, это иметь цель и надежду на ее реализацию. Не просто. Это, может быть, сейчас это единственное, что, как возможно, уйти от депрессии. Вот, ну, настолько бы прямо в цель, если бы люди, от которых это зависит, могли, что-то у меня не в порядке, там, я тронул. Упал микрофон. Упал микрофон. Нет. Все нормально со звуком? Я на пункт. Продолжаем. Спасибо, Костя. Да. Если бы наши правители, которые закабаляют вот эту серую массу, так называемую толпу, которая, это 90% людей, которые сейчас существуют вот у нас на территории, я беру только Украину, ладно уже, но такое же обстоит и в России, такое же и в Америке, такое же и в любой стране мира. Эту серую массу закабаляют тем, что не дают любимого дела, не дают любимой... Да нет, идеи просто даже нет, понимаете, опять-таки, если мы говорим, даже советское время была общая идея и была надежда к реализованию, была американская мечта, пусть как раз, но была идея и была надежда. 10 лет мы будем, я не знаю, уже не помнят те, кто нас сейчас слушает, но я очень хорошо помню, через 10 лет или 20 лет мы будем жить при коммунизме. Ну да, догоним Соединенные Штаты по производству мяса, молока и каких-то продуктов, да. Так вот, не важно, что это эфемерное, но это было, это внедряло... И все общество жило, так сказать, каким-то вот этим, да, вот этой общей идеей. Это то, что, да, и жило, и по-настоящему жило. Это жило в глазах. Да. Когда я беседую со своими больными, я говорю им, первое, что вы должны сделать, это перейти на солнечную сторону улицы и поверить тому, что вас лечит не профан, не идиот, а человек со стажем и знающий вашу болезнь. И это уже совсем другое. Но вот я хочу сказать, что происходит на уровне, знаете, вот статьи, которые я принес сюда, я люблю приносить совершенно сногсшибательные статьи. Я прошлый раз из журнала Всемирной психиатрии принес, и сейчас статья из Всемирной, называется журнал Всемирной психиатрической ассоциации. Всемирной психиатрической ассоциации. И называется она «Успехи нейробиологии, определяющие новые мишени для антидепрессантов». И вот здесь могу буквально цитировать, это долго, но могу в общем сказать, антидепрессанты не лечат депрессию. Вот статья посвящена тому, что антидепрессанты, кроме негативного, ничего не приносят в систему, я имею ввиду организма, в систему организма. Они не лечат депрессию, они затягивают депрессию, они осложняют депрессию. Нет, по сей день во всех стандартах лечения психических заболеваний, а это отдельная книжка, издаваемая нашим славным министерством здравоохранения, стандарты лечения. Везде стоит антидепрессанты и нейролептики. Хорошо, вы видите, а что делать? Так вот, и вот статья посвящена, как вы думаете, чему? Тому, что автор приоткрывает работу, ну, совершенно, лаборатории молекулярной психиатрии, находящейся в Нью-Йорке, Соединенные Штаты. Открывает тайны своей лаборатории, что он давно уже работает с веществами, которые он называет быстродействующие антидепрессанты, не имеющие никакого ни структурного, ни, ну, никакого отношения к тем антидепрессантам, которые используются на сегодняшний день. Просто это другие антидепрессанты. К сожалению, эта статья имеет возраст 5 лет. Это 5 лет назад. Да, он использует в то время быстродействующие антидепрессанты, которые для меня сегодня, именно для меня, не для участкового психиатра, не для заведующего кафедрой любого вуза психиатрии, а он использует немножко старые, давнишние препараты, которые, ну, допустим, в данной статье, кетамин. Все знают кетамин, те, кто, вот, врачи, если слушают, это совершенно другой препарат, и они сейчас, о, господи, кетамин, оказывается, кетамин полон свойств совершенно, он создает иные состояния. Этими иными состояниями сознания можно воспользоваться для создания быстродействующих антидепрессантов. Обалденно! И в течение 7 лет, более, мы лечим с Константином Валерьевичем быстродействующими антидепрессантами. Моя рука за всю свою жизнь, я тысячу раз говорю. Чем хороши быстродействующие антидепрессанты? Что происходит? Они, только организм, когда вводишь эти вещества, вот, которые мы используем, только радуется, он смеется. Я всегда говорю, когда выпиваю хороший коньяк, 50 грамм, я говорю, моя печень смеется от радости, она встретилась, наконец, с хорошим агентом. Он действительно хороший. Французский, хороший, 50 грамм. Вот точно так же, когда она встречается с быстродействующими антидепрессантами, они по своей структуре, кетамин, вот тот, который он упоминает в этой статье, он тяжелый. Но уже 5 лет назад он пишет, да не делайте, не пробуйте вы в практическом здравоохранении антидепрессанты, не пробуйте вы их, это яд. Нужно идти другим путем, нужно искать. И дает пути. И мы этими путями воспользовались. Нужно же дать деньги на разработки, нужно, так сказать, обучить врачей. Да более, а вы мне скажите, вот уже есть Минздрава, Совершенно верно, вы мне скажите, вот невероятное количество психически больных сейчас находится, невероятное количество депрессий, невероятное количество неврозок, они что, неудобны для общества? Они удобны, потому что работы нет, дела нет, идеологии нет, есть одно, как это называется, вот то, что символизирует веру, вот мы получили там, как это называется, Томас, да, вот Томас, есть армия и речь украинская. А ведь удобно, когда больной депрессивный, ему глубоко плевать, что там вдалбливает в голову его согражданам и ему. Он не слушает этот телевизор или слушает, но пропускает это в совершенно другие конструкты мозга, они не доходят до него. Ему бы справиться с собой, у него тяжкий упадок. Ну, видите, значит, смотрите, психиатрия из карательной в свое время, она перешла в... В карательную. Да. Она перешла в настоящую карательную. Вот та карательная. Она, да, была карательной, потому что уже тогда многие люди понимали, что другое дело, что вот даже моим выступлением сегодняшним в Киеве, допустим, воспользовалась одна сумасшедшая, совершенно сумасшедшая женщина, работающая, кстати, в Министерстве внутренних дел, которая, так сказать, мне позвонила и попросила, чтобы я пролецензировал ее сумасшедшую работу, человеконенавистническую, потому что вот я являюсь правозвестником иных взглядов, и в силу этого должен ее поддержать, а она вот на уровне Министерства внутренних дел будет мне помогать, и будет, ну, стукачем меня решила сделать на Старостеле. И когда я ей отказал в этом, то площадная ругань по моему телефону. Но вы ее пригласили подлечиться прийти? Нет, я не ответил ей. Более того, включил, научил меня Константин Валерьевич, как включить, чтобы этот номер никогда уже не появлялся. Чертный список. Так вот, давайте я с этим закончу. И вот, что же делать? Как нам перейти? Вот мы перешли. И у нас действительно тяжелейшие депрессии, на этом Пастера-22, мы действительно излечиваем тяжелейшие депрессии в течение 14 дней. 14 дней! Ни в одной стране мира, ни в Соединенных Штатах, ни в Израиле, ни в Германии, ни в одной стране мира. Год-два депрессия должна лечиться. И это принятые сроки. Если страховые компании оплачивают эти сроки лечения, то это уж вы меня извините, они доплатят страховые, они знают, что надо лечить 2 года. За 14 дней наши больные выходят на работу и забывают о своих страданиях. Но все равно им нужно потом приходить профилактически, поддерживать, консультироваться. Во всяком случае, во всяком случае, не возвращались. Они не возвращались. Они по нашей просьбе приходят и еще там месячишко пьют таблеточки. Таблеточки. Ну понятно. Уже никаких уколов, никаких массивных, так сказать, воздействий мы не пользуем. Но и дело даже не в этом. А если бы мы еще даже там месяц давали активное лечение, а если бы в этом было 2 месяца лечения, это все равно несравнимо. Ведь прокурору важно открыть стандарты лечения и сказать, почему вы не пользуетесь антидепрессантами? Почему вы здесь назначили то, что мы назначаем? Почему? Это ведь не входит в стандарты лечения. Это не подписала госпожа, как ее называют? Супрун. Супрун. Супрун, да. А она является вдохновителем создания стандартов. А как вы думаете, кто является заказчиком? Мультимиллиардные фармацевтические империи. Да, ну это да, как всегда. Ну это практически, наверное, на это жалуются все ученые-медики. Конечно. Практически все. Они не дают развиваться науки. Да, потому что фармакологическое бизнес, он подавляющий. И вот я, вот тут дилемма. Что же мне делать? Или приколубливать вот эту сумасшедшую милиционершу киевскую, высокопоставленную. Или мне продолжать говорить о том, что мы роем себе яму и плодим безропотных рабов. Что делать? И кого лечить, если действительно лекарства стоят очень дорого, безумно, это знает все население. Как трудно сейчас зайти в аптеку и купить лекарства нормально. И знать о том, что 70%, вот слышал я такую цифру, не знаю я, насколько она, 70% лекарств так или иначе фальсифицированы. Конечно, конечно. И гарантии нет совершенно, ни в одной аптеке нет гарантии. Вот видите, а как мы можем вот сейчас говорить людям, при том, что вот такая разруха, вот при том, что вот сегодня у меня была такая депрессивная больная, ну настолько очаровательная. Я ее видел полгода назад, она приводила своего сына для лечения. Она меня простит, если вдруг слушает, слышит меня, что я о ней говорю. Мы ее ни в коем случае не называем, а и говорим просто о ее очаровании женском. Это, знаете, когда она приводила сына, она была еще, она была еще вот богиня, она была еще красотка, молодая женщина. В депрессии сегодня она пришла сера. А сына она тоже из депрессии приводила? Нет, там другое дело. А у нее депрессия возникла из-за болезни сына? Связано. Напрямую. Напрямую. Потому что там было злоупотребление кое-чем и кое-как. И не будем об этом говорить, почему. То есть причина была, да. Много, много сказал, да, а ей это неприятно. Простите меня, ради бога. Но я не о вас говорю, я говорю о принципе. Когда вы пришли, и я ей объяснил то лечение, три варианта. От самого дешевого, который только возможен, и который я могу применить до самого дорогого, но зато наиболее эффективного. А я-то знаю цены в аптеках очень хорошо, и изучил их уже. И я увидел, она не может. Она, эта женщина, которая была еще полгода назад, ну, очень богатой для среднего украинца. Более того, сын уехал в Штаты, и сын там прекрасно, так сказать, в определенном смысле устроился вначале, и все было хорошо. То есть у нее была возможность все это делать. А депрессия? А вот депрессия скостила все, в том числе и материальное состояние. И вот это очарование, оно меня, я сегодня был, ну, вот, сам депрессией, потому что, знаете, после такого, вот, я с ней беседовал часа полтора, и в конце концов я был индуцирован горем, горем, и не сопереживать это нельзя. И вот эта статья, которую я принес сюда, вторая статья о генетике депрессии, я с ней немножко не согласен, но она очень интересна. И то, что вот вы сказали о генетических основах депрессии, очень важно. И о том, что генетика, господа, если вы слушаете хоть кто-то меня, господа, генетика есть во всем. Каждая беда генетически обусловлена. Но это не значит, что вы не можете поломать эту генетику теми ситуациями, которые вы будете создавать в жизни. И прежде всего, вашим делом, вашей увлеченностью жизнью. Вот если вы будете, если вы помните, на прошлой передаче я, позапрошлой, я говорил о своем счастье, которое является результатом того, что это жизнь, это кусок наслаждения. И вот если пока вы не начнете жить таким образом, вы будете в депрессии. И да, генетически обусловлены. Да, у вас где-то в прадед тоже попал в какую-то ситуацию и дал это состояние генетически обусловленное. Да, и вы тоже несете. Но вы несете еще множество патологических генов. И они могут выскочить, если вы не будете. Если вы... Могут выскочить, могут не выскочить. То есть многое в наших... Если вы неправильно проголосуете на выборах президента. Бог с ними, об этом не будет. Но человек должен жить и социально, и биологически наслаждаясь. Получая удовольствие от своей деятельности. И, конечно, депрессия во многом зависит от этого. И я уже так скажу... Задавайте свои вопросы. Нет, я буду заканчивать. У нас осталось две минуты. Цель и надежда. Я подвожу просто вот это то, с чего мы начали. Цель должна быть цель. И хоть мы сейчас, ну как бы, как по квартирам, что ли, да? Вот какие-то сообщества, какие-то группы, социальные сети. Кто-то в Фейсбуке, кто-то в Инстаграме, кто-то, я не знаю, там ВКонтакте. Кто-то, то есть, пытайтесь даже в этих сообществах, то есть, чтобы было... Найти себя в этом, в этом, да, конечно. Да, найти себя в этом, ищите себя. Потому что выученная беспомощность, о которой мы много тоже говорили в этой истории, да? В свое время, да. Да, мы говорили. То есть, иначе грозит вот эта выученная беспомощность, оттуда тоже, в общем, это депрессивное состояние. Коста, если есть, есть минута. Вот что зрителям? И я буду заканчивать тогда. Что зрителям в плане депрессии, семьи, что-то может быть? Помните, что это не конец. За любым закатом обязательно будет рассвет. И депрессия — это не конец жизни. И при должном лечении, при должном внимании она убирается. И ремиссии мы достигаем очень длительных, очень больших. И чистых. И чистых, да. А поэтому живите с верой. И живите с верой. Все будет хорошо. У Марка Твена есть замечательная фраза. Вообще всегда. Всегда. Все написано замечательно. Не преувеличивай, ты не микроскоп. Мне очень понравилось. Правда, симпатично? Учитесь преуменьшать, а не преувеличивать свои проблемы. Для нашей психики, которая ничего сама в этом не смыслит, лучше слышать, что проблема пустяковая, нежели гигантская. Поэтому не преувеличивайте свои проблемы. Все. А всем спасибо. Мы встретимся, как всегда, через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова